Неделю назад мы начали рассказ про технологии захвата движений Motion Capture и Performance Capture. А теперь, как обещали, вернёмся к теме и посмотрим, что они принесли в нашу с вами индустрию компьютерных игр. И тут вновь всплывает имя Энди Серкиса — актёра, сыгравшего Голлума, Кинг-Конга и нескольких других цифровых персонажей последних лет. Связь с игровой индустрией у него возникла почти случайно. Актёр пользовался услугами ипотечного брокера, а у того был брат, работавший над Heavenly Sword. Серкиса очень впечатлил трейлер игры. А дальше, как это бывает, слово за слово и сотрудничество актёра со студией Ninja Theory стало вопросом времени. В итоге он не только блестяще изобразил короля Бохана, главного сюжетного злодея, но и приложил руку чуть ли не ко всем ключевым сценам, уже в качестве режиссёра. А затем исполнил запоминающуюся роль Манки в Enslaved Odyssey to the West. В этом проекте влияние Серкиса ощущалось ещё сильнее. Субтитры создавал DimaTorzok Но до перехода к сложному перформанс-кэпче, игровая индустрия прошла длинный путь. Поначалу лучшей анимации удавалось добиться при помощи всё того же ротоскопирования. Самый яркий пример – первый «Принц Персии». Его создатель Джордан Мехнер обрисовал движения своего младшего брата, а также кадры из некоторых фильмов. В 1993 году Мехнер пошёл ещё дальше. Основал компанию, выбил немыслимый по тем временам бюджет в 6 миллионов долларов и на протяжении целого месяца вёл съёмки с живыми актёрами. Четыре года спустя полученный материал стал основой для одной из самых необычных и самых недооценённых игр в истории – The Last Express. Она поражала сценарием и концепцией, где все события происходили в полностью реальном времени. Игра не ждала игрока. Если он не оказывался в нужное время в нужном месте, всё случалось и без его участия. А визуальная стилистика напоминала ожившую раскраску, примерно как в фильме «Помутнение» Ричарда Линклейтера. Впрочем, всё то время, что понадобилось Мехнеру на Last Express, индустрии не стояло на месте. Хорошие моушн-кэпчи демонстрировали Mortal Kombat, Rise of the Robots и трёхмерные Highlander The Last of Maclaus. Но до момента, когда технология смогла избавить разработчиков от ручного труда, прошло много лет. По большому счёту, лишь в конце нулевых игровая анимация стала действительно качественной. А реалистичные эмоции мы и вовсе увидели совсем недавно. Лучший пример – симулятор детектива в Лос-Анджелесе 1940-х годов – LA Noire. Разработчики загорелись идеей сделать допросы по-настоящему натуралистичными, чтобы по мимике подозреваемого можно было понять, врёт он или нет. А потому не поскупились на новомодную технологию Motion Scan от австрийской компании Analysis. С ней для захвата не нужны ни маркеры, ни смешной костюм, ни какая-либо очистка данных. Лишь одна ярко освещённая комната и 32 камеры очень высокого разрешения, снимающие с частотой 30 кадров в секунду. Ну и сидящий в центре сцены актёр, разумеется. Камера охватывает его лицо со всех возможных углов, а на выходе дают очень живую анимацию. Правда, минусов у Motion Scan тоже хватает. Во-первых, актёров нужно гримировать перед съёмкой, и сделать какого-нибудь фэнтезийного героя достаточно сложно. Во-вторых, проводить захват приходится в два этапа. Сначала классический Motion Capture для движения тела, а затем лица. После того, говорящую голову сажают на плечи компьютерной модели. Как отметил Дэвид Кейдж, это делает верхнюю и нижнюю части персонажа несколько обособленными. В повседневной жизни мы постоянно наклоняем голову в разные стороны во время разговора. Но когда сидишь в кресле, менять положение нельзя, и результат смотрится хуже. К мнению гейн-дизайнера стоит прислушаться. Он знаком с технологией захвата движений не понаслышке. В Beyond Two Souls задействовали самый большой объём Motion Capture за всю историю игростроя. Разработчики отсняли больше трёх сотен персонажей, создали 23 тысячи уникальных анимаций. А сам процесс растянулся на целый год. Впрочем, не мудрено. Игра от Quantic Dream не принадлежит к жанрам, в которых действия имеют право повторяться. Это интеллектуальное кино, где каждое сражение, прыжок и открытие двери должно быть уникальным. Более того, это одна из немногих компаний-разработчиков в мире, где умеют делать качественный перформанс-кепчер. Одновременная запись движений тела, лицевой анимации и голоса позволяют сильно ускорить производство и полностью сконцентрироваться на главном. Работе с актёром и сюжетом. Это особенно важно, когда в проекте участвуют такие титаны, как Уильям Дефо и Эллен Пейдж. Калифорнийцы из Naughty Dog исповедуют немного другой подход. В играх художники рисуют концепт-арт задолго до кастинга, а не срисовывают с актёров. Но и сами актёры при этом полностью выкладываются на съёмочной площадке в присутствии требовательного режиссёра. Скажем, слёзы на площадке никто не оцифрует. Однако, чтобы правдоподобно передать настроение, заплакать таки необходимо. Но если мимика исполнителей не фиксируется камерами, то почему же в The Last of Us такая качественная лицевая анимация? Ответ прост. Всё делается вручную, по старинке. Каждый раз, когда Джоэл морщит лоб или поджимает губы, это результат работы аниматоров. Да и в Sims 4 мимика сделана вручную. На столах у многих сотрудников Maxis стоят зеркала, в которые они корчат рожи, а потом воплощают движение в цифре. Очередной шаг в развитии Motion Capture намерена сделать следующую часть приключений Лары Крофт. В Rise of Tomb Raider в качестве маркеров на лице используются не шарики, а разбрызганные по лицу краска. По идее, точность захвата движений при этом должна вырасти на порядок, а так это или нет, мы увидим уже совсем скоро. Конечно, быть актёром Performance Capture нелегко. Вы должны представить, что нелепые конструкции из металла — это машина. Кусок картона, который нужно с аппетитом сживать — пицца. А партнёрша, стоящая в дурацком костюме водолаза, — настоящая красавица. При этом требования к качеству исполнения. Те же, как в любом фильме или театральной постановке. Только вот уловить суть роли куда труднее, когда вокруг нет нормальных декораций реквизита. Как говорит Энди Серкис, игра актёров в кино всегда будет зависеть от слаженной работы множества людей. Аниматоров, костюмеров, гримеров. В некоторых сценах актёры применяют 3D-модели, какие-то трюки отрабатывают дублёры. Сложный грим скрывает половину лица. Но всё это не мешает Американской Академии Искусств номинировать исполнителей таких ролей на Оскар. А специалистам Performance Capture, вроде того же Серкиса, отчего-то отказывают в соперничестве с коллегами. Рискнём предположить, что скоро это изменится. И если даже не включат в общий список наравне с остальными, то уж точно добавит новую номинацию. Иначе и быть не может. А с вами была Игромания Кино. До скорого. Неделю назад мы начали рассказ про технологии захвата движений Motion Capture и Performance Capture. А теперь, как обещали, вернёмся к теме и посмотрим, что они принесли в нашу с вами индустрию компьютерных игр. И тут вновь всплывает имя Энди Серкиса, актёра, сыгравшего Голлума, Кинг-Конга и нескольких других цифровых персонажей последних лет. Связь с игровой индустрией у него возникла почти случайно. Актёр пользовался услугами ипотечного брокера, а у того был брат, работавший над Heavenly Sword. Серкиса очень впечатлил трейлер игры. А дальше, как это бывает, слово за слово и сотрудничество актёра со студией Ninja Theory стало вопросом времени. В итоге он не только блестяще изобразил короля Бохана, главного сюжетного злодея, но и приложил руку чуть ли не ко всем ключевым сценам, уже в качестве режиссёра. А затем исполнил запоминающуюся роль манки в Enslaved Odyssey to the West. В этом проекте влияние Серкиса ощущалось ещё сильнее. И полностью сконцентрироваться на главном — работе с актёром и сюжетом. Это особенно важно, когда в проекте участвуют такие титаны, как Уильям Дефо и Эллен Пейдж. Я не просил, чтобы быть другим. Я просто хочу выйти, иметь друзья и быть как другие девушки моего возраста. Ты никогда не будешь как их. Ты должен привыкнуть к этому. Калифорнийцы из Naughty Dog исповедуют немного другой подход. В играх художники рисуют концепт-арт задолго до кастинга, а не срисовывают с актёров. Но и сами актёры при этом полностью выкладываются на съёмочной площадке в присутствии требовательного режиссёра. Скажем, слёзы на площадке никто не оцифрует. Однако, чтобы правдоподобно передать настроение, заплакать таки необходимо. Но если мимика исполнителей не фиксируется камерами, то почему же в The Last of Us такая качественная лицевая анимация? Ответ прост. Всё делается вручную, по старинке. Каждый раз, когда Джоэл морщит лоб или поджимает губы, это результат работы аниматоров. Да и в Sims 4 мимика сделана вручную. На столах у многих сотрудников Maxis стоят зеркала, в которые они корчат рожи, а потом воплощают движение в цифре. Очередной шаг в развитии Motion Capture намерена сделать следующую часть приключений Лары Крофт. В Rise of Tomb Raider в качестве маркеров на лице используются не шарики, а разбрызганные по лицу краска. По идее, точность захвата движений при этом не стояла на месте. Хорошие Motion Capture демонстрировали Mortal Kombat, Rise of the Robots и трёхмерная Highlander The Last of Maclaus. Но до момента, когда технология смогла избавить разработчиков от ручного труда, прошло много лет. По большому счёту, лишь в конце нулевых игровая анимация стала действительно качественной, а реалистичные эмоции мы и вовсе увидели совсем недавно. Лучший пример — симулятор детектива в Лос-Анджелесе 1940-х годов — L.A. Noire. Разработчики загорелись идеей сделать допросы по-настоящему натуралистичными, чтобы по мимике подозреваемого можно было понять, врёт он или нет. А потому не поскупились на новомодную технологию Motion Scan от австрийской компании Analysis. С ней для захвата не нужны ни маркеры, ни смешной костюм, ни какая-либо очистка данных. Лишь одна ярко освещённая комната и 32 камеры очень высокого разрешения, снимающие с частотой 30 кадров в секунду. Ну и сидящий в центре сцены актёр, разумеется. Камеры охватывают его лицо со всех возможных углов, а на выходе дают очень живую анимацию. Правда, минусов у Motion Scan тоже хватает. Во-первых, актёров нужно гримировать перед съёмкой, и сделать какого-нибудь фэнтезийного героя достаточно сложно. Во-вторых, проводить захват приходится в два этапа. Сначала классический Motion Capture для движения тела, а затем лица. После того говорящую голову сажают на плечи компьютерной модели. Как отметил Дэвид Кейдж, это делает верхнюю и нижнюю части персонажа несколько обособленными. В повседневной жизни мы постоянно наклоняем голову в разные стороны во время разговора. Но когда сидишь в Квесле, менять положение нельзя, и результат смотрится хуже. К мнению гейм-дизайнера стоит прислушаться. Он знаком с технологией захвата движений не понаслышке. В Beyond Two Souls задействовали самый большой объём Motion Capture за всю историю игростроя. Разработчики отсняли больше трёх сотен персонажей, создали 23 тысячи уникальных анимаций. А сам процесс растянулся на целый год. Впрочем, не мудрено. Игра от Quantic Dream не принадлежит к жанрам, в которых действия имеют право повторяться. Это интеллектуальное кино, где каждое сражение, прыжок и открытие двери должно быть уникальным. Более того, это одна из немногих компаний-разработчиков в мире, где умеют делать качественный перформанс-кэпчер. Одновременная запись движений тела, лицевой анимации и голоса позволяют сильно ускорить производство. Но до перехода к сложному перформанс-кэпче, игровая индустрия прошла длинный путь. Поначалу лучшей анимации удавалось добиться при помощи всё того же ротоскопирования. Самый яркий пример — первый «Принц Персии». Его создатель Джордан Мехнер обрисовал движения своего младшего брата, а также кадры из некоторых фильмов. В 93-м году Мехнер пошёл ещё дальше. Основал компанию, выбил немыслимый по тем временам бюджет в 6 миллионов долларов и на протяжении целого месяца вёл съёмки с живыми актёрами. Четыре года спустя полученный материал стал основой для одной из самых необычных и самых недооценённых игр в истории. «The Last Express». Она поражала сценарием и концепцией, где все события происходили в полностью реальном времени. Игра не ждала игрока. Если он не оказывался в нужное время в нужном месте, всё случалось и без его участия. А визуальная стилистика напоминала ожившую раскраску, примерно как в фильме «Помутнение» Ричарда Линклейтера. Впрочем, всё то время, что понадобилось «Мехнеру» на «Ласт Экспресс», индустрии не было.